Игра столов. Песнь, ножа и вилки. Десерт близко. Ну что ж, у нас сегодня, друзья, с Маргаритой для вас запланировано путешествие. Путешествие на крайний север Израиля. Все, дальше передаю слово Маргарите, потому что будет точно вкусно. Добрый день. Еще раз. Нашей конечной целью была деревня Аджар, или еще ее называют Аджар. Малавицкая деревня, от которой отказался и Ливан, и Сирия, и которую принял Израиль, и которая была закрыта до недавнего времени. Нужно было получать разрешение армии на посещение этой деревни. Ездят туда в основном экскурсионные автобусы и какие-то экскурсионные группы. Но мы с доброй моей приятельницей, в общем-то, обладательницей недюжинного, так скажем, безрассудства, храбрости и прочих качеств, неуместных для называния, здесь отправились туда вдвоем. Без сопровождения. Без сопровождения, на самом деле, потому что, ну, чего там сопровождение, кругом мальчики с автоматами наши, поэтому было очень спокойно и безопасно. Я никого ни в коем случае не агитирую, если что. Так вот где наш весь дух авантюризма. У Маргариты. Ну, в общем, наверное, к счастью или к сожалению, да, потому что когда мы приехали уже обратно, мы выяснили, что в этот же день бросали коктейли Молотова и была какая-то там бешеная буча, связанная с черкесами, к которым мы тоже заезжали. Но мы ничего не видели, кроме огромного количества пограничников и армии, мы не видели ни одного бунтующего черкеса, если честно, по поводу ветряных мельниц там была буча какая-то. Так мы и мельницы видели, черкесов отдельно видели, армию отдельно видели. Никаких беспорядков, в общем, к нашему счастью мы не идти. Ой, ну слава богу, что вам повезло. Ну, абсолютно, да. Но еще раз я никого не агитирую за такие путешествия, а просто расскажу, что можно поесть по дороге на крайний север Израиля. Мы поедем, мы помчимся. Во-первых, вы встречаете по дороге в Раджар и задолго еще до Раджара, доехать, кстати, из Тель-Авива примерно 2-2,5 часа, Агамон Маркет. Это аналог Сароны, который существует в Тель-Авиве, только на севере. И этот аналог, он в несколько раз меньше, куда как камернее и, наверное, не является обладателем такого огромного количества гастрономических точек. И в тот день, в который мы приехали, вообще работало процентов 10, потому что это был, ну, не тот день, когда, видимо, там туристы бывают или кто-то вообще приезжает много, но, тем не менее, работали. И говорят, что это была самая удачная точка. Моя коллега сказала, что это действительно нам повезло, что я смогла оценить и что я рекомендую сделать обязательно всем, когда вы окажетесь в Агамон Маркет и попробовать бейгели с махлебом. Это бейт хамоне, там они одни. Эти бейгели похожи на калачи, потому что у них есть ручка. На первый раз такие видела. И в эти бейгели, они внутри пустые, закладывают кнафы. Вот сказать по совести кнафы я бы не рекомендовала никуда закладывать, если честно, потому что если вы его не любите, как не люблю его я, к сожалению или к счастью, понятия не имею, вы сможете точно насладиться отдельно бейгели. И даже если вы любите кнафы, пожалуйста, попробуйте вначале отдельно бейгели, потому что я первый раз встречаю такого рода тесто, которое идеально просто сжимается и разжимается на мгновение. Око, то есть оно расстоянное, вымешанное, собственно, должно вести себя правильное тесто всякий раз так. К сожалению, на Ближнем Востоке так далеко не всегда бывает. Здесь тесто вот почему-то как слипнется в руке, оно не отходит. Не везде. В Иерусалиме великолепных тестяных изделий очень много, но только в Иерусалиме я такие встречала. И вот в Агамом Маркете вот такие бейгели. И что интересно, у теста, почему я так рекомендую попробовать отдельно бейгели без всяких дополнений, потому что у теста очень характерный привкус. Вот мы спросили, что это, и нам сказали махлип. Я не знала, что это такое, честно говорю. Звоню своей другой коллеге, партнеру, которая специями занимается делать. Я у них спрашиваю, что это такое махлип. Она говорит, это вишневые, это специя, пряность, точнее, пряность из вишневых косточек, вишни сорта антипка. И у нее очень, это молотые ядрышки вишневого дерева. Обалдеть. Понимаете? И запах приправы, это такая смесь марципана, каких-то фруктов. В общем, у бейгеля такой тонкий вкус. Ну, честно говоря, в общем, это произвольно у меня такой довольно серьезный. То есть он сам по себе вообще целое блюдо. Да, 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 да. Я вот об этом хочу сказать. Мы съели один, потом купили еще один, а потом заставили себя отойти, потому что мы ехали в Аджар, и мы ехали обедать. И пробовать, чем там кормят Алавит. Мы готовы были еще по парочкам съесть этих бейгеля. Ну, уговорили себя ехать дальше. Приехали в Аджар, совершенно беспрепятственно въехали через всяческую красоту. Там сразу понятно, что город является счастливым обладателем какого-то ландшафтного дизайнера. То есть какой-то ландшафтный дизайнер там поработал над въездом в город. Там еще плюс фонтанчик стоит. Все очень красиво, мило. Деревня деревней такая, очень чистая, очень славная. Немного сказывается отсутствие каких-либо архитектурных, там, скажем так, принципов построения. То есть дизайнер поработал только над въездом. Ну, на то он и ландшафтный дизайнер, а не архитектор, да, разные вещи. И немножечко там как будто бы ты вспоминаешь вот песню «Ай да ну, да ну, да на». Это как-то, что такое цыганское есть. Местами просвечивает, да, очень много золота, каких-то там кованых решеток. Решетка в сад вообще напоминает такой парафраз, ну, реминесценция такая на решетку летнего сада, как будто бы в Санкт-Петербурге. Забавно, в общем, такое пространство, весьма забавное, очень приветливые, очень славные. И у нас была цель посетить два места, Blue Line кафе и кондитерская, которую все хвалят. Вот Blue Line, однозначно идти, однозначно, когда вы там окажетесь, обязательно идти, потому что кормят, ну, как богов. Потрясающе вкусно, мы еще голодные были, и мы, конечно, заказывали всего и не пожалели ни о чем, кроме, пожалуй, кубы на гриле с мясом, очень необычно, ну, так скажем, для меня, во всяком случае, да и для моей компаньонши было это необычно, потому что мы привыкли просто к мясным шарикам, так скажем, а это было в тесте и как-то пережарено. А вот все остальное обязательно берите патте из баклажанов, боже мой. Это какая-то фантастика просто, патте с хумусом, с пхиной, с кедровыми орешками, с хумусными, собственно, самими зернами, да, с нутом, прошу прощения, и вот с баклажанами, с хоцилим, да, с хоцилимом обжаренным, обожженным. Ну, в общем, к сожалению, после этого блюда там можно было уже заканчивать, но у нас еще спиток было, включая кебабы и стелятины восхитительные. И, в общем, точно, абсолютно место достойно того, чтобы туда приехать и поесть. Кормят щедро, кормят хорошо. Во всей истории вот с подобного сорта местами меня напрягает только одно, что никогда там нет дежды. Ну, аперитив это бог с ним, я все время голодная уже приезжаю, а вот диджестивов, помогающих протолкнуть еду, нет. Ну, и, в общем-то, я воспользовалась аперитивом ближневосточным, то есть арком, и выпила вот маленький чейсер арка. Ну, в общем, он справился со своей функцией, наверное, да. И поэтому мы двинулись дальше в кондитерскую, которая тоже очень известна, и в определенных кругах, да, кто этим увлекается. Ну, тут у меня, что я могу сказать, наверное, так скажем, гораздо проще ощущение, несмотря на то, что Дик хвалит этого Ахмеда Хатиба и его кнафы. Опять же, да, там сортов, наверное, 15 представлены. Обалдеть, есть 15 сортов? Ну, вы понимаете, в чем дело? Вот те, кто много ездили в Турцию, предположим, все время, да, и причем в Турцию нулевых, да, они вот вам точно скажут, так же, как это готова сейчас сказать я, что, ну, вот там точно это аутентичнее, это более сочный вариант, более сладкий. А здесь более сухой и, наверное, менее сладкий такой, вот, у нем уманности вот этой вот меньше, да. Ну, и при всем при этом, как бы, да, совершенно потрясающее пространство чудесное, и, наверное, большая степень вот завлекаловки всей этой истории, да, всей этой кондитерской истории в том, что это находится буквально в таком метрах от ливанской границы. То есть ты выходишь, берешь, предположим, там стаканчик кофе, кофе, кстати, у них, как всегда этот восточный прекрасный, да, ну, на любителя, да, но с кардамоном все как положено, выходишь, и ты стоишь, вот смотришь на границу и как бы пьешь. Разные мысли тебя в этот момент посещают. Там красивые живописные места, которые не портят, как это ни странно, даже проволока колючая, а скорее она навевает, так скажем, философские мысли. И я думаю, что вот здесь эта история важнее, чем, собственно, какой-то специалитет сладкий, да, о котором можно говорить, что он фантастический какой-то. Нет, пытаюсь вспомнить, господи, второй наш ближневосточный десерт на М. Малаби? Малаби, вот Малаби вот там очень необычный, Малаби, да, точно нужно брать. Если КНАФ у меня не впечатлил, мы попробовали там, ну, сортов шесть, наверное, да, откусили. Вот они суховатые все, хотя они выглядят фантастически, красивые невероятно. А вот Малаби там выглядит не как, казалось бы, но на вкус, по текстуре, оно вот такое, как мне, допустим, гораздо больше у Малаби нравится, оно достаточно плотное желе такое, ну, хорошо сделанное, и, ну, как положено, не сладкое, не переслащенное, чудесное совершенно. Вот Малаби я бы там, да, 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 да. Ну и место посмотреть просто как знаковое. Прекрасно проехаться по деревне и выезжайте оттуда. Сейчас самый сезон черешни и ламандовых полей, поэтому Масаде в деревне есть, черкесская там, да, в некотором отдалении. Вы уверены, что черкесская недрузская? Ой, друзская, прошу прощения, господи, да. У меня вот черкессы, видите, с друзами. Да, вы просто ездили уже к черкессам, и они произвели неизгладимое впечатление. Ну, конечно, друзы, и, конечно, друзы гузили, а не черкессы, прошу прощения, потому что я вначале говорила, да. Друзы, да, друзская деревня с потрясающей, черешней, да, с потрясающим рынком. Опять же, не знаю, в связи с беспорядками или с чем это было связано, на рынке не было вообще никого, мы были одни. Вот эта картинка нас как бы удивила, было пусто. На рынке? Да, рыночек такой рядом с скрытым рыночком. Есть вот открытый на открытом воздухе, там торговца 20 стояло, с разными товарами, да, фруктами и вот ягодой. Мы торговались, взяли по ящику черешни черной, сладкой, огромной совершенно, фантастической, ни одной порченной черешни в ящике, там было, по-моему, 6-7 килограммов в ящике, по 18 шекелей за килограмм. Ну, вот как бы такой приятный бонус из поездки всегда можно с тобой захватить. И не забудьте на севере обязательно попробовать сам мусок. Это специалитет тоже русский такой, да, там он похож на чебурек немного, его делают в открытом виде, причем это на огне, живом делается, да, такая, ну, что-то наподобие такой печи, в которой пиццу делают, но все-таки не пицца-печь. Живой огонь и засовывают эту лепешку или открытую честеную лепешку с, предположим, мясом, фаршем и оливками, или сразу, и уже когда тебе ее достают, да, из кучи специи, когда тебе ее достают, и закрывают как чебурек, уже готовую. Или могут изначально слепить в форме, ну, очень похожей на чебурек, наверное, так скажем, да, это вот такая сам мусока тоже будет, она может быть с овощами, может быть с мясом. Тоже вот ее отдельный цимис, не только в том, что там это, да, какая-то такая версия, понятная всем, да, азиатским и восточным народам, а опять же в умении пользоваться специями, которые, да, в такой пропорции и в такой гармонии друг с другом находятся, ну, ты не можешь оторваться, вот ты будешь сытый, и все равно ты будешь это есть, и прекрасное тесто совершенно. Вот этот сам мусок обязательно тоже нужно попробовать. Маргарит, спасибо огромное, что сделали нам такую гастрономическую прогулку по крайнему северу Израиля, у меня прям все, слюнки потекли, поэтому надо срочно заканчивать. Красота невероятная, так что, да. Друзья, вы можете воспользоваться предложением Маргарит, но, пожалуйста, все-таки лучше с гидом, с человеком, который вас туда проводит и отвезет. Маргарит, спасибо огромное. С нами на связи была Маргарита Горкина, ресторанный критик, автор телеграм-канала Маргарита Горкина в Израиле. До свидания. До свидания. Ну, а это рубрика «Игра столов» на лучшем радио в программе. Руки в брюки. Игра столов. Песнь, ножа и вилки. Десерт близко.